В юбилейный 15-й раз республиканский конкурс «Женщина года» собирает самых ярких, красивых, деловых, активных и целеустремленных представительниц прекрасного пола из Брестской области, чтобы определить победительниц, которые достойно представят первый регион в финальном этапе. Для нас, для Белорусского союза женщин этот конкурс очень важный, потому что именно подводя итоги этого конкурса мы благодарим наших женщин за их труд. Мы каждый год, когда проводим конкурс, кажется, уже 15 лет прошло, уже более 200 женщин приняли участие в конкурсе. Но когда начинаем изучать работы, просто удивляемся, вот откуда они эти изюминки, эти жемчужинки у нас каждый год появляются, и каждый год мы видим и понимаем, насколько наши женщины прекрасны, как они многогранны, насколько они активны в общественной деятельности, потому что мы представляем на данный конкурс женщин, которые являются членами Белорусского союза женщин. Женщина всегда олицетворяет какую-то стабильность, уверенность и в сегодняшнем дне, и в дне завтрашнем. Но это если размышлять о роли женщины философски, но если размышлять о роли женщины еще как и труженицы, то мы видим, что в коллективах у нас и в медицине, и в здравоохранении, да и в многих других коллективах основу коллектива – это женщины. Они трудятся, они прекрасно трудятся, они цементируют коллективы. Поздравляя победительниц областного этапа, организаторы конкурса говорили о том, что секрет их успеха в том, что, оставаясь красивыми и женственными, они сумели добиться успеха на профессиональном поприще, активно проявляли себя в общественной деятельности, занимались благотворительностью, участвовали во многих социально значимых проектах, оставаясь при этом любящими матерями и заботливыми женами. А потому на торжественном мероприятии, где рассказывали о достижениях каждой из финалисток, в адрес женщин звучало много заслуженных слов благодарности и замечательные музыкальные подарки. Будет невероятно после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив. Итоги конкурса подводились по восьми номинациям, суть которых была определена в их названиях и отражала значительный вклад каждой из победительниц в ту или иную сферу жизни общества. Успешный руководитель, духовность и культура. Сердце отдаю людям, материнская слава, не стареют душой ветераны, активная гражданская позиция и хозяйка села. За поэтичными названиями кроется кропотливая работа и упорство в достижении цели, желание трудиться во благо своей страны и быть полезными другим людям. Всю свою жизнь я работаю на общественной работе и возглавляю городской женский клуб «Надежда» уже 23 года. Кроме этого, я являюсь серебряным волонтером института третьего возраста, волонтер, преподаватель скандинавской ходьбы. Работа с людьми – это всегда очень важно, очень ответственно, очень серьезно. И это отдается сполна, потому что когда вкладываешь с душой, относишься к людям, тогда это все возвращается сторицей. Работаю я в одном хозяйстве всю свою жизнь, всю свою трудовую жизнь. Начинала я до яркой колхоза «Беларусь», затем была за техником-селекционером, начальником комплекса и вот уже 5 лет работаю заместителем директора. Надо, наверное, для того, чтобы чего-то в жизни добиться, надо, наверное, любить людей, любить свою родину и трудиться на ее благо. Ведь расти детей – это тоже большой труд, и дети, которые вырастают у хороших матерей, они тоже прекрасные граждане нашей страны. Работаю в культуре более 30 лет. Культура – это, можно сказать, моя жизнь, это мое состояние души. И то, что я делаю, я делаю это для людей, чтобы сохранить традиции, национальную культуру для будущего процветания нашей прекрасной страны, Республики Беларусь, чтобы передать это достояние нашему подрастающему поколению. Всего в областном этапе на этот раз приняли участие 36 женщин со всех уголков Брещены. Несмотря на то, что на заключительный этап конкурса в столицу отправится только 8 финалисток, организаторы сочли важным поощрить и наградить каждую из участниц. Ведь любая из них не только покорила свою вершину, но и как истинная женщина является символом мира и семейного благополучия, воплощением красоты и милосердия.